Приветствую вас, давайте попробуем описать ситуацию, то есть такую, создать выжимку из вашего письма, чтобы немножечко понять ее несколько лучше. Значит, ваш сын очень активный социально, общается со всеми и со всеми дружит, и есть некоторая девочка, которая к нему пристает в школе. Эта девочка его как-то задевает, и в результате чего ваш сын будет с человеком откровенным, прямолинейным, с ней ругается. Она потом рассказывает своим родителям о том, что ваш сын причиняет ей какие-то негативные эмоции. Вы знаете, девочка, эта девочка делает подобное не просто так, она привлекает к себе внимание, она, может быть, испытывает зимбатию к вашему сыну. Знаешь, такая детская зимбатия. Ничего там, в принципе, серьезного скажет, скорее всего, нет, но, тем не менее, она почему-то к нему неравнодушна. Так вот, что можно в этой ситуации сделать? Если нет возможности обратиться к детскому психологу, вот вы написали здесь, что, значит, сын очень нервничает, ночью разговаривает, кровь из носа и так далее. Вы знаете, не очень понятно описание этих симптомов, откуда они, но для начала, наверное, стоит сына вам сводить к педиатру, потому что, может быть, у него есть какие-то проблемы со здоровьем. А потом, собственно говоря, постараться, собственно, тут есть такая тонкость. Вот, вашему сыну нужно поговорить не с вами, а с отцом или с кем-то из мужской части вашей семьи или родней. Потому что мальчик, он ведь только познает общение с девочками и не понимает, что есть некоторая специфика между общением с мальчиками и общением с девочками. И эту специфику вы на него не донесете в силу того, что вы мама. Эту специфику может донести только мужчина. И вот нужно, чтобы ваш сын обсудил эту проблему с, собственно говоря, с какими-то взрослыми, чтобы тот не поговорил и рассказал ему, как нужно и следует делать при общении с девочками. Соответственно, наказывать его, я думаю, не за что, потому что это, по сути, не его вина, он ничего плохого не делает, ну, ругаться, знаете, как это, как говорится, за слова не бьют, не, вот. То, что девочка всем рассказывает, так она назовет девочка, она не мальчик, извините, который должен все терпеть. Просто вашему сыну нужно понять специфику женщины, специфику женской психологии немножко, чуть-чуть. Это, еще раз повторю, можно сделать только мужчина. Так, дальше. Если проблему это не исправит, то есть, если по-прежнему будет такая ситуация возникать, то вам можно будет встретиться с ее родителями, вместе с детьми. То есть, вы, ваш ребенок, девочка и родители девочки, встретитесь и, так сказать, очная вставка все выяснить. Потому что недаром применяют очную вставку для выяснения каких-то моментов, чтобы все-таки понять, кто же врет. И на очной вставке будет ясно, кто в действительности говорит правду, а кто нет. Ну, это крайний случай, не рекомендуется это делать, потому что дети все-таки даны свои проблемы решат сами, и потому вам желательно поговорить с родителями девочки самостоятельно, без сына. Я пытался донести до них, что их дочь никто не обижает. И, естественно, вы не можете убедить их, что, например, все нарывается вместо этой дочки со слов вашего сына только. И как нам обстоят дела, может быть, не совсем ясно. Но для выяснения этого можно попросить учителей понаблюдать за ними, чтобы посмотреть, как начинается конфликт. И вот, когда учителя увидят и расскажут, собственно, вам и родителям, девочкам, как обстоят действительно дела, там вам будет от чего отталкиваться, вам будет на что ориентироваться. Потому что сейчас вы ориентируетесь, как я понял, только на слова своих детей, которые могут, по сути дела, друг друга специально обалкивать. И именно таким мне видится выход из данных ситуаций. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его, пожалуйста, лучшим. Буду вам очень благодарен. Пока желаю вам удачи и всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...